Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй. Аминь. Соборное послание апостола Иакова. Так что? Решили насчитать по просьбе, говорят, трудящихся. Толкование блаженных этих акций с комментариями. Пошел. Глава 1, 1 стих. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленом, находящимся в рассеянии, радоваться. Толкование. Раб Бога, то есть Отца и Господа Иисуса. А если равна раб Отца и Сына, то Сын равен Отцу, и по существу, и по чести. Апостолы Господа выше всякого мирского достоинства поставляют то, что не рабы Христа. Второй стих. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Толкование. Искушение и печаль ради Бога апостол признает похвальными и достойными радости, потому что они самые крепкие узы, и возвращение любви, и сокрушение. Почему и сказано. Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу свою к искушению. Сирахов 2, 1. И Христос сказал, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Иоанна 16, 33. Ибо без подвигов нельзя получить венцов ни в мире, ни от Бога. Называет их не детьми, но братьями по смиренному мудрю. Искушение доставляет рачительным всякую радость, потому что через них обнаруживается испытание таковых, а испытание приводит к совершенному действию. Но тогда кто-нибудь скажет, если таково действие искушений, то как Христос научает нас в молитве просить Бога, и не веди нас во искушение, Матфея 6, 13. Отвечаем. Искушения бывают двоякого рода. Одни происходят от нас, а другие посылаются на нас Богом для упражнения и прославления нашего. И от нас происходящее искушение двоякого же рода. Одни бывают от нерассудительной храбрости, которую мы называем дерзостью, и от которой заповедует нам Господь беречься. Потому что хотя и бодр дух, но во время подвигов бодрость угасает. Почему храбрость та не оканчивается добром для имеющих ее? Другие искушения, как, например, гибель садомлян, Бытие 19, 3, посылаются за грехи. Этих искушений всеми силами должно избегать через жизнь безгрешную. Искушения же от Бога, каковы были Иову, Аврааму, не только не должно избегать, но, если возможно, нужно привлекать их терпением и благодарением, потому что они удостаивают прославление и венцов. Третий стих. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Толкование. Хотя искушение, как сказали мы, двоякого рода, но терпение полезно в каждом их роде. В искушениях от Бога оно полезно тем, что через них мы получаем прославление, как получили он и Авраам, Иов, а в искушениях от нас тем, что приносим, перенесением их с благодарностью, мы делаем как бы вознаграждение за свои грехи. Ибо кто сознает свои грехи, тот положил начало своему спасению и приобрел в себе черту праведника, так как праведный муж первый обвиняет сам себя. Четвертый стих. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенным во всей полноте, без всякого недостатка. Толкование. Причиной совершенного действия называют мудрость, ибо знают, что испытание веры и терпения в искушениях не есть удел всех людей, но мудрых о Боге. Почему желающих выказать веру и терпение возбуждают к молитве о мудрости? Пятый стих. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Толкование. Говорит не о человеческой мудрости, но о духовной, ибо в ней указывает нам причину совершенного действия. А причина это небесная мудрость, укрепляясь которой мы сможем совершить добро вполне. Шестой стих. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Толкование. Если верит, пусть просит, а если не верит, пусть и не просит, ибо не получит ничего испросимого. Сомневающийся и тот, кто просит с высокомерием. Но очевидно, что просит, сомневаясь, тот и есть обидчик, ибо если ты не уверен, что Бог исполнит просьбу твою, то вовсе не приступай к прошению, чтобы не оказаться тебе через неразумное двоедушие обвинителем того, кто все может. Посему нужно умолять об избавлении от такой постыдной болезни. Стих седьмой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Толкование. Сомневающийся тот, кто далек от твердого действования и недоумевает, сбудется то или иное или нет. Такой не получит, как неуверенный относительно того, чего ожидает. Стих восьмой. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях твоих. Толкование. Двойдушный, находящийся в замешательстве, неустроенный, несовершенный, двоящийся мыслями, лицемер. А путями называет апостол душевные движения, которыми возвышаются надежды, добрые ли то или недобрые, как и Давид сказал. Солом 138, стих 3. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Иначе мужем двоедушным апостол называют неустановившегося, который не стремится крепко ни к будущему, ни к настоящему, но носится туда и сюда, и придерживается то будущего, то настоящего. Такого уподобляет он морской волне, не имеющей постоянства. И цвету травы, цвету, остающемуся недолго, но засыхающему с восходом солнечным. Почему и сравнил его не с травой, которая продолжительнее, но с цветом ее, чтобы подпредставить его кратковременность. Почему же назвал его двоедушным? Потому что он не стремится с уверенностью ни к настоящей, ни к будущей жизни. Ибо в Писании душой называют и жизнь, например, Ио 22,4. И отвечал сатана Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Удали от себя двоедушие и нисколько не сомневайся просить у Бога. Не говори в себе, как я могу просить от Господа и получить, когда столько согрешил против него. Не думай так, но от всего сердца своего исповедуйся и приобщайся к Господу. И обращайся к Господу. И проси у него без сомнения, и ты познаешь его благоутробие, потому что он не оставит тебя, но исполнит желание сердца твоего. Псалом 36,4. Ибо Бог не помет озлобив и милостив к своим созданиям. Стих 9. Да хвалится брат униженный высотою своею. Толкование. Так как смирение признает апостол хранителем всего доброго и ничто не совершается без него урочительных, то прибавляет смиренный пусть хвалится высотою своею. Сомневающийся он уподобляет морской волне, а она дуновение ветра поднимается и скорее, чем возвысится, опускается. Подобное испытает и сомневающийся. Когда по поданмению не утверждает прошение своих ни на чем не применяемо. Поэтому апостол прибавляет пусть хвалится брат смиренный. Он говорит как бы так, кто хочет просить чего-нибудь, тот пусть, во-первых, просит необходимого относительно испрошения, чего он не может обмануться. То есть царство Божие и правды его. Матфея 6,33. Потом пусть просит этого постоянно. Не так, что немного помолился, да тотчас и пусть отступился, ибо это свойственно гордым. Но пусть просит неотступно, терпеливо ожидая получения со смирением душевным. 10-11 стихи. А богатый унижением своим. Потому что он придет, как свет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих. Толкование путями называет предприятие в настоящей жизни. Стих 12. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, обывиспытан, он получит венец жизни, который обещал Господь, любящим его. Толкование. Мы сказали, что искушение двоякого рода, и что терпение полезно в каждом их роде. Апостол, помня молитвы Господней, внушающей нам безопаснейшее, то есть, чтобы мы молились, дабы не впасть нам в искушение, возвращается к объяснению того, какое искушение от Бога, и какое от нас, от нашего произволения. Впрочем, хорошо и следующее. Господь Бог, взирая на большую немощь человеческой природы, предложил молиться об удалении от нас искушений, так, как ученики Его были еще далеко несовершенны. Но когда по знаниям Его воскресения и вознесением на небо немощная природа наша укрепилась, то брат Его по плоти научает уже не бояться искушений. Стих 13. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, и Сам не искушает никого. Толкование. Если искушение двоякого рода, то почему апостол поставляет теперь всякое искушение в неволе Божией? Но примечай, Он не сказал искушенный, но искушаемый, кто через грех и невоздержанную жизнь Сам изобретет себе искушение, изобретает. Изобретает себе искушение, и как бы постоянные бури погружаются в опасности, искушается не от Бога, но о собственной похоти. Ибо кто победил нашедшее искушение и сделался тверже, тот уже нелегко подается искушением, особенно исходящим от него самого, потому что на свободе от искушений постоянно склоняется к жизни более любомудрой. Стих 14. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Толкование. Все это свойственно естеству смертному и земному, в котором усматривается изменение и переменчивость. Эти первичные свойства нашей природы. Похоть же и грех и рождающаяся от нее смерть для души стали как бы ступенями погибли человеческой. Ибо похоть, найдя место в пристанище, соделала грех, который родил смерть. И только искоренив он и через покаяние, мы полагаем начало другой нашей жизни. Стих 15. Похоть же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Толкование. Так, как о божественной природе доказано, что Бог ни Сам не искушается, ни других не искушает, то здесь искушениями называют помыслы, смущающие душу. Ибо искушение от Бога не смущает, но утверждает душу, озаряй ее, тогда как все происходящее от нас имеет несовершенство. 16-17 стихи. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе, и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменений и не тени перемены. Толкование. Под Отцом Светов разумеем Бога, а под Светами или силы ангельские, или просвещенных Духом Святым мужей. У Бога Светов нет изменения, ибо Он Сам взывает через пророка. Малахия 3, 6. Ибо Я Господь, Я не изменяюсь. Стих 18. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Толкование. Восхотев, потому что есть люди, которые по навождению беса, умствуют, что мир составился как бы случайно. Божество неизменяемо. Если мы произошли, то явно, что мы неизменяемы, не неизменяемы. Ибо возможно ли, чтобы неизменяемым было то, что из небытия пришло в бытие через изменение. А чтобы по поводу слова породил, не подумал кто, что Бог и Сына родил также, как нас. Апостол присовокупил словом истины, ибо по словам Иоанна Богослова все через него начало быть. Иоанна 1,3. То есть через слово истины. Посему, если мы произошли через слово, то неоднородны с тем, от кого произошли по бытию. стих 19-й. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек добудет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, толкование. Скорым нужно быть на слышание непростое, но деятельное, возбуждающее прилагать выслушанное к делу. Ибо известно, что кто слушает прилежно и внимательно, тот готов будет и исполнять слышанное. А кто напротив медленно располагается к чему-нибудь и откладывает то, тот последствий может и совсем отстать от предприятия. Посему, относительно изучения божественных предметов, апостол заповедует скорость, а относительно того, совершение чего соединено с опасностью, медленность. Таковы слова гнев, ибо говорливость в гневе не оканчивается добром. Посему, один благомудрый муж часто раскаивался в том, что он говорил, а в том, что молчал, никогда не раскаивался. Так и блаженный Давид заповедует в Псалом 4,5. Гневаясь не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь. То есть не гневайтесь скоро, не впадайте от гнева в бешенство. Подобно это и настоящая заповедь о словах и о гневе. Особенно о гневе, который, быв допущен до безрассудства, лишает правды Божией. Комментарий Игнатия Лапкина. В любом деле человек должен заботиться о его окончании и поэтому должен поспешать. Но так как спасение души есть самое наиглавнейшее дело нашей жизни, то и поспешать к нему следует более всего. Евреям 3,15. Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Поэтому, как только представилась возможность услышать слово Евангелие, отложи все дела и склонись, как Мария у ног Иисуса, избрав благую часть. Относительно изучения божественных предметов, апостол заповедует скорость. То есть не откладывать ни на день, ни на час. Но в продолжении всей жизни нужно учиться любое дело делать как можно быстрее, поспешая окончить его. В деле же исследования Священного Писания и на молитве никогда не спешить. Мы спешили навстречу к Иисусу. Теперь мы склонились перед Ним. И спешить нам теперь уже некуда. Мы молимся Ему, говорим Ему, Он слушает нас. Когда мы читаем Слово Божие медленно, вникая в таинственный смысл Писания, то мы слушаем Его. Это Он Сам говорит нам. Яков 1 глава 20 стих. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Толкование. Правда есть свойство души, воздающая каждому должное. А гнев губит и неразумных. прища 15-1. Как же Он в страстном размере, поморщая ум, составит добродетель, который рассудительно воздает каждому должное. Гнев не совершенно чужд правды. Ибо в гневе можно усматривать некоторую пользу, поскольку в нем, как и во всяком душевном движении, за неимением похвального можно находить не одно худое, но нечто и полезное. 21-й стих. Посему отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могучее спасти ваши души. Толкование. Если кто-нибудь и впадал часто в нечистоту, скорее отставал бы от нее, дабы оставаясь в ней, не дать злу усилиться через привычку. Ибо совершаемое нами часто и в обилии становится обыкновенно как бы природой, получая свойства природы. В кротости, сказал апостол, имея в виду учительное слово, которое не принимается среди шума и возмущения. 22-23 стихи. «Будьте же исполнители слова, а не слышат или только, обманывающих сами себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале». Толкование. «Кто предается злым делам, тот не помнит, чем он облагодетельствован от Бога. Ибо если бы помнил, что он рожден свыше, оправдан и причислен к сынам Божьим, то не предавался бы делам, отвергающим дарованную благодать». От обыкновенного зеркала апостол переводит речь к зеркалу мысленному, ничего не выведя из представленного в кратких словах примера. Усмотрев из закона Моисеева, для чего он сотворен, а именно для славы Божьей и для жизни по образу создавшего его Бога, ничего извиденного не исполнил, но поступил точно так же, как и смотревшийся в зеркало. Ему следовало воспользоваться виденным, а он, как и тот, не воспользовался. И фарисеи были слушателями, но так как они не были исполнителями, то и неблаженные они, значит, обманывающие самих себя, ни во что ставящие собственное свое спасение. 24-25 стихи Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем закбывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Толкование. Апостол сказал, кто вникнет, а не войдет, ибо духовный закон, везде имея преимущество и величие, умеет привлекать и с самым кратким чтением его. Закон Христов, освободив от рабства Владского, поставляет приходящего к нему в свободе, делает его через эту свободу более внимательным и освобождает его от забвения, вредного для всего доброго. Комментарий Игнатия Лапкина. Что имеет ввиду блаженный Феофилак под кратким чтением? По всей вероятности, никак не менее одного стиха Библии, но чтобы уметь пользоваться столь малым по объемам материалам, нужно знать всю Библию. Чтение Священного Писания должно ежедневно занимать никак не меньше нескольких глав. Желательно читать Ветхий и Новый Завет и Псалтирь на русском языке. Опыт чтения Писания хорошо известен сектантам и совершенно незнаком православным. Среди баптистов мне приходилось не раз встречать людей, которые прочитали Библию уже несколько десятков раз. Среди православных это исключительное и почти невозможное явление. А ведь нам, православным, еще нужно знать и толкование не самое измышленное. Жития святых в каноне церкви, но чтение Библии должно быть ежедневное. Не сяду обедать, пока не прочту. Стих 26. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но оболещает свое сердце, у того пустое благочестие. Толкование По понятию иудеев благочестив тот, кто оказывает верность в делах, потому что таковой кажется непринадлежащим к толпе. Иудеи, исполняя предписанные законом наблюдения, высоко думали о себе, сосредотачивали в этих наблюдениях все благочестие по отношению к Богу, и занимаясь только этим, мечтали стяжать через сто блаженства, а к другим относились с большим осуждением. Как видно из евангельской притчи о самохвале фарисея и мытаря. Это Евангелие от Луки, глава 18, стих 10 по 14. Удерживая от такого мнения, апостол и дает настоящее наставление. Упомянув об исполнителе дела и назвав его блаженным, он тотчас исправляет зло, рождающееся у многих преисполнений. Он как бы говорит, хваляющийся исполнением закона, не думай получить блаженство за одно исполнение, ибо это неприятно Богу. Но приятен ему тот, кто исполняет, и с тем вместе далек от самомнения, и не относится к неисполняющим с осуждением. Обольщает свое сердце, как бы душит, и по самомнению, как исполнитель закона, обольщает свою совесть, ибо сердце означает здесь то же, что и в словах сердце сокрушенно и смиренно. Псалом 50, стих 19. Стих 27. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Толкование. Благочестие кажется подразумевает нечто большее нежели вера. Слово это обещает знание сокровенного. Твердость созерцаем веры. Он как бы говорит «Ты почитаешь себя знатоком тайн закона и точным хранителем его. Так думаешь ты, не умеющий обуздать языка, осуждающий ближнего, живущий высокомерно и не оказывающий сострадания никому из бедных. Между тем закон не одобряет даже того, кто злословит, но повелевает оказывать сострадание врага. Итак, если хочешь быть благочестивым, обнаруживая благочестие не в чтении, но в исполнении закона толкования продолжается, которое состоит особенно в оказывании сострадания ближнему, ибо сострадание ближнему есть своего рода уподобление Богу. Будьте сказаны милосерды, как и отец ваш милосерд, Лука 6, 36. Только милосердие ваше должно быть чуждо лицеприятие, потому что и Бог оказывает свои благодеяния не каким-нибудь лицам отдельно, но повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Матфей 5, 45. Под миром здесь должно разуметь народ простой и черный, расталевающий себя в оболестительных похотях своих. Игнатий Лапкин комментарий. Исполнение закона должно быть во всем, а не в том только, чтобы держать в руках Библию и хорошо знать ее содержание. Бог так установил и устроил, что Он есть единая с церковью и Он есть глава ее, а она его тело. И в первые же минуты, когда душа услышит весть о Христе и Дух Божий услышит ее, она должна заботиться об исполнении закона Божия. А закон Божий гласит, что вне церкви нет спасения. И когда протестанты, сектанты и все еретики, находящиеся вне церкви Христовой, абсолютно правильно преподают о покаянии, о принятии Христа верою, о жизни в Боге, но не приводят людей в церковь, созданную Христом. Они в таком случае поступают не по закону Христову, а только согласуются со своим человеческими мыслями и доводами. Христос никогда не говорил, что Он создаст вторую церковь из-за того, что первая полностью упала и разложилась, что нужно создать новую протестантскую. Обнаружив благочестие не в чтении, но в исполнении закона. Все.